Здравствуйте! Это Легенды Цирка, и с вами я, Эдгар Запашный. Мне очень хочется, чтобы вы узнавали о цирке не только из наших программ, но и ходили на представления сами. Внимательно смотрите наш выпуск. В конце будет вопрос. Ответивший правильно, получит бесплатные билеты на шоу в Большой Московский Цирк. Сегодня наш герой – легендарный дрессировщик, народный артист России, лауреат Государственной премии Николай Павленко. Он не похож ни на одного дрессировщика в мире. Равных ему нет. На него только равняются. Больше я вам ничего не скажу. Смотрите сами. 1990 год. Монте-Карло. Всемирный фестиваль циркового искусства. На этом любительском видео хорошо видно. В клетке 18 тигров и один дрессировщик. В руках у него только дирижерская палочка. Хищнику достаточно кивка головы и легкого жеста руки Павленко, чтобы он выполнил все, что от него хочет дрессировщик. На этом видео ему с восторгом аплодируют и простые зрители, и мировые звезды цирка. Но мало кто из них знает, что этого номера могло бы и не быть. Самого дрессировщика могло бы и не быть. За 16 лет до этого в жизни Павленко произошло событие, которое должно было поставить точку в его блестящей карьере. 1974 год. Гастроли в Тбилиси. Павленко всего полтора года выступает на Манеже. Он счастлив. Исполнилась мечта его детства. Он самостоятельный артист. Дрессировщик. Во время репетиции еще пока малоопытный Павленко не замечает, что один из его питомцев не в настроении. Он притих и пристально следит за дрессировщиком. Он скрадывает, выжидает свое, чтобы одним-двумя прыжками все решить. Но тогда Павленко не придал этому особого значения и легкомысленно повернулся к тигру спиной. Хищник тут же воспользовался этим и бросился на него. Через мгновение к нему присоединились и другие животные. Ассистенты бросились спасать Павленко. Но много ли надо времени хищникам, чтобы разорвать человека? Множество рваных ран. Большая кровопотеря. Рука больше напоминает лохмотье. Но в тот момент Павленко забыл даже про боль. Все бормотал. Только не отрезайте. Только не отрезайте. У нас был случай, когда сыну дрессировщика ампутировали руку. И он, в общем-то, всю жизнь промучился. Когда меня везли, я только единственное сказал, что я не даю. Пока я еще соображаю, говорю, я не даю согласия на ампутацию руки. Врачи были настроены решительно. Руки все равно почти нет. Но если не ампутировать сейчас, то может начаться гангрена. И тогда вероятность, что дрессировщик выживет, вообще нулевая. Павленко чувствовал, что начинает терять сознание. И понимал, что уже не сможет бороться за свою руку. Последняя его мысль. Лишь бы не отрезали. Или с рукой, или совсем не надо жить. Люди были, конечно, потрясающе совершенно. Поэтому это мой был второй день рождения в Тбилиси. Рука вроде бы и на месте. Но делать ей Павленко фактически ничего не мог. Единственное, о чем он думал, что ему нужно вернуться на манеж к своим кошкам и продолжить работу. Он совсем не был готов попрощаться с мечтой. Ведь он так долго к этому шел. Легенда гласит, что для того, чтобы вам стать дрессировщиком, в свое время вы писали письмо Бугримовой. Это письмо он написал в середине 50-х. Через несколько десятилетий прославленная укротительница Львов Ирина Бугримова назовет Павленко дрессировщиком номер один в мире. Но это будет потом. А пока, чтобы приблизиться к своей мечте, он идет работать в зооцирк. Там Павленко проработает 12 лет. Сначала уборщиком, потом лектором-экскурсоводом. Но мечта о цирке не отпускает. В зверинце он получает разрешение дрессировать слонов, белых и бурых медведей, ягуаров, пантер, лошадей, волков и собак Динго. Он хватается за эту возможность, но опыты не всегда удачны. Карабкался, в общем-то, для того, чтобы попасть в цирк. Ну, о клетке даже я не мечтал. 1972 год. Ему почти 30. В зверинце он дослужился до директора. Его детская мечта попасть на манеж все еще теплится. А надежд уже, считай, нет. И тут совершенно неожиданно в его жизни происходит то, что не поддается логическому объяснению. Случай, судьба. Павлинка и сам не знает, чем объяснить тот шанс, что ему выпал. Это фотография, которая сыграла решающую роль в назначении меня учеником к Александрову Федотову. Он меня никогда с животными не видел, а ему показали эту фотографию. Он ее долго смотрел. Вот, говорит, у нас есть кандидат. Вызовите его. В тот год известный на весь союз дрессировщик Александр Александров Федотов искал человека, которому он мог бы оставить свой аттракцион с тиграми. Мастер болел. Ему мало кто нравился, и поиски затянулись. Именно тогда ему на глаза и попалась эта фотография, где Павлинка работает с животными. Такую случайность даже представить невозможно. Павлинка схватился за этот шанс, как утопающий за соломинку. И был готов на все, лишь бы понравиться своему учителю. Иногда спрашивают, как вот вы первый раз вошли в клетку, какое ваше было печенье? Никакого. Никакого. Хотя Александров рассчитывал на то, что я испугаюсь. Я готов был нанизаться на клыке этому тигру, лишь бы он остался доволен. В рекордный срок за 40 репетиций Павлинка владел приемами работы с тиграми. Впитывал, как губка, все, чему учил его мэтр. Буквально жил в тигрятнике, чтобы животные привыкали к нему быстрее. Через полгода он дебютировал на манеже Львовского государственного цирка. А спустя полтора года эти самые тигры напали на Павлинка в Тбилисском цирке. Он чуть было не лишился руки. Полгода ушло на его восстановление. Он заново учился управлять собственной рукой. А в голове была только одна мысль. Нужно вернуться на манеж, исправить ошибку и снова начать работать. Но как работать с хищниками, которые считают тебя недобитой жертвой? Инстинкт хищника – это инстинкт хищника. Это действительно выражение правильное – машина убийства. Но я никогда на этом не зацикливался, и я никогда об этом не думал. Без страха снова быть покалеченным, Павлинка, едва выйдя из больницы, буквально ворвался в клетку к своим питомцам. Только теперь он понимает, что работа дрессировщика сродни работе сапера. Права на ошибку нет. Павлинка признает, что ему нужно еще много учиться. И начать нужно с тигриной психологии. И тогда он принимает неожиданное для всех решение, что будет работать в клетке один, без ассистентов. Они могут нервировать животных, а ему такая перспектива не подходит. Стоим. Зрители часто не замечают этого, что, например, дрессировщики работают почти всегда в паре. Ну, например, как мы с братом. Либо имеют своих помощников, у которых на готове всегда бронзбойт с водой и оружие с холостыми патронами. После того, как на Павлинка напали тигры, Николай Карпович для себя понял, что все это может быть просто-напросто бесполезно. Лишние люди в клетке раздражали животных. А бронзбойт с водой и оружие просто могут не спасти тебе жизнь. Если тигры всерьез решат напасть. Еще большей неожиданностью для всех стало то, что Павлинка начал учить своих тигров нападать на него. Таким образом, он попытался объяснить животным, что нападение – это игра, в которой правила устанавливает дрессировщик. У первого Дурова, Владимира Леонидовича, было такое выражение – животное обезволить. Втереться ему в доверие так, чтобы оно тебе так доверяло, потеряло свою волю, а ты мог ему навязывать. А можно это делать только тогда, когда расслаблен ты и расслаблено это животное. Это один из самых сложных и любимых трюков Павлинка. Он хоть и делает вид, что напуган, но полностью контролирует процесс и не позволяет тиграм забыться и решить, что нападение и правда возможно. Чтобы создать этот трюк, Павлинка нужно было научить тигров ходить на задних лапах. А это – очень сложная задача. Николай Карпович согласился раскрыть молодым дрессировщикам секреты своего мастерства и рассказать, как ему удалось сделать так, чтобы тигры ходили на задних лапах. Лекс, пошел на место. Не гони, не гони. Ребят, не ходите. Старайтесь не ходить, чтобы они шли дрессу. Вся прелесть заключается в том, чтобы меньше заставлять. А вот Сноэкс сел сейчас, дать кусок? Ну, раз он уже сидит хорошо, стабильно. Зачем тебе художественное кормление? Все, понятно. Начинать учить тигра ходить на задних лапах нужно с элементарной командой стоять. А по сути дела – сидеть на задних лапах. На языке дрессировщиков – это короткий и громкий окрик «ауф». Майя ауф! Так, ну-ка давай, садись, садись, маленькая. Ой, сколько у тебя учителей. Садись, сидеть, 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 сидеть. Ай, бравушки, ай, моя хорошая. Давай, опа! Нет, 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 не надо бежать. Ключ павленка к дрессировке хищника прост. Зверь делает движение только по определенному, условному сигналу, выработанному годами и известному только им двоим. По сути, это условный рефлекс. Терпеливо вырабатывая у животного такие рефлексы, его можно научить любому трюку. Выполнив команду, тигр должен сразу же получить лакомство и похвалу. Главное, не нарушить у животного причинно-следственную связь и понимание, за что его хвалят. Сел на задние лапы, получил кусочек мяса. После регулярных тренировок животное запомнит, кто хорошо работает, тот много и вкусно ест, и начнет делать трюк автоматически. Метод позитивного подкрепления и подкормки в работе с животными сегодня используют почти все дрессировщики мира. Он называется мягкий. Более ста лет назад Владимир Дуров доказал, что это самый результативный и гуманный подход к дрессуре. Те трюки, которые делает Николай Карпович, и вообще его метод общения с тиграми, я лучше никогда не видел. Я абсолютно спокойно, с удовольствием готов ему позвонить всегда, спросить его какого-то совета, и я постоянно узнаю, что новое, 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 новое и новое. Потому что Николай Карпович, это мастер, мастер на самом деле своего дела. Ай-ля-ля, 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 ай-ля-ля. На, на-на-на, моя девочка, на. Ты видела, какую реакцию? Реакция на движение мяса. На вот шероха. На танец мяса. Лина. Вот именно танец. Ай-ля-ля, ай-ля-ля. Когда смотришь, как работает Павленко, складывается ощущение, что он перенял тигриную психологию и отчетливо понимает настроение животных, их желания и возможности. Я наблюдала такую картину, когда они сели на тумбы, один тигр, значит, так притаился, потом так достал лапу, и второму так раз подбих. И у них завязывается дикая совершенно драка. Причем такая драка, когда вот эта сетка, которая ограждает арену от зрительного зала, она вся ходила ходуном. Два. Тигры устроили месиво. Нужно было видеть глаза Павленко. Помню, что я смотрела не на тигров. Я смотрела на Павленко. Он стал совершенно невозмутимый, как воспитатель детского сада, такой опытный, который смотрит на то, как два ребенка трехлетних дерутся из-за игрушки. И мне в какой-то момент показалось, что они посмотрели на него и сказали, извините, доктор, извините, мы тут поссорились. Он так на них посмотрел, сказал, все, а теперь сели на тумбочке и продолжаем представление. К своему звездному часу, выступлению в Монте-Карло, Павленко начал готовиться за несколько лет. В его арсенале уже были традиционные трюки. Прыжок через огненный обруч, прыжок с тумбы на тумбу, всевозможные стойки и его фирменный трюк нападения. Но Павленко хочет произвести фурор, и он делает ставку на количество хищников в манеже. 19 тигров, и только он один в клетке. Для того, чтобы подчеркнуть количество животных, Павленко специально для Монте-Карло задумывает композицию «Веер». 19 тигров ложатся на манеж, а потом встают и идут с троем. Трюк известный дрессировщикам, но очень сложный в исполнении. Я не могу все время показать, потому что разные темпераменты, разное состояние, и вот плюс нестабильность этого тигра. Тут голову отвернет, на тоннель посмотрит, тут еще что-нибудь. Единственный путь – понимать животных, очень точно оценивать их эмоциональное состояние и выводить на трюк, когда оно полностью совпадает у всех животных в стае. Ведь только тогда они смогут сделать все без ошибок. Монте-Карло – это был где-то как водораздел. До него и после него. Но когда в 1990 году Павленко приехал в Монте-Карло, он сразу понял, что четверо из 19 хищников в его команде нервничают. А это значит выступление на грани срыва. Животные ехали три недели без репетиции. Потому что ехал я аж из Омска. Когда звери вышли в Манеж, то оказалось, что в периоде гула четыре самки. Тигры, а особенно тигрицы, в период гула становятся агрессивными. Часто меняют настроение. Почти не слушают дрессировщика и могут провоцировать других животных на конфликты. Маленькая самка может держать в терроре, в группу из 15 тигров. Не сила, а энергия, нервная система. И обычно невозмутимого Павленко эта вполне естественная ситуация сильно тревожит. На кону главное в его жизни представление. Да и сама жизнь, как выяснится позже, тоже висит на волоске. Единственный способ стабилизировать тигров это несколько репетиций на новом Манеже. А мне сказали, что будь добр, с одной обойдешься. И они у меня на репетиции разбежались, и я им дал понюхать опилки, потому что в Монте-Карло манеж опилочный, а у нас уже давно опилочного нет. И уже животные, которые не знают, что такое опилки на Манеже, они будут ходить и нюхать. Вот я им дал понюхать. Во время этой единственной репетиции Павленко удается успокоить тигров. Но вдруг он замечает, что его любимая талантливая тигрица Кармен ведет себя непривычно агрессивно. Просто не спускает с него глаз. Она стала свирепствовать. Сколько бы я ни работал, она с меня глаз не сводила. Начала за мной следить. А когда она попадала на трюк общий, когда идут веер, она перестраивалась все ближе-ближе ко мне. За несколько месяцев до фестиваля у Кармен забрали тигрят. И она затаила злобу на дрессировщика. А теперь после долгого переезда и пережитого стресса готовилась напасть на него. Павленко понимает, что ходит по лезвию ножа. В любой момент Кармен может спровоцировать всю группу и вместо слаженного действия на Манеже цирка в Монте-Карло начнется кровавая драка. А в Монте-Карло со мной ездила Ирина Николаевна Бугримова. Она говорит, ну как-то у тебя все в порядке. Я говорю, знаете, Ирина Николаевна, у меня тигрица. Пасет меня и все. Она говорит, не бери. Я говорю, ну жалко, такое количество не брать. Она говорит, у тебя такое количество, что они запутаются считать. Ты ее не бери. Она тебе завалит все. Не бери. Павленко не знает, как поступить. Кармен прима группы. И он очень рассчитывал на нее. Но риск велик. Тогда в Тбилиси его отбили у восьми тигров. А сейчас их девятнадцать. И нет ни ассистентов, ни бронзбойтов, ни пистолета. Перед самым представлением, несмотря на то, что у него заявлено девятнадцать тигров, он принимает решение. Не брать Кармен. Если ты попал под животное, то это твоя вина. Ты не предусмотрел. Ты не рассчитал. Значит, у тебя слабый квалификат. Ты плохой дрессировщик. Во фраке. С бабочкой. Он свободно держится среди изысканной публики на самом известном и желанном у цирковых артистов манеже. Никто, конечно, у меня мало тигров даже не подумал, что у меня тигра нет. В этом плане было спокойней. Я уже ввел веер, я не волновался. Но именно в этот момент происходит непредвиденное. Главный инструмент дрессировщика палка выскальзывает и ломается. И когда я вызывал на трюк, я этой палочкой, это и она у меня отлетела. И у меня казался этот огрызок. Я порезал руку, правда, не сильно текло, но я порезал руку. Как теперь указывать тиграм, что им делать? Как поощрять их кусками мяса за выполненные трюки? Но Павленко знает, стоит потерять деятельность, и тигры на него набросятся. Жав крепче окровавленную ладонь, он продолжает свое шоу. Деревянный огрызок в его руках превращается в дирижерскую палочку. С этим номером Павленко получил главный приз фестиваля – «Золотого клоуна». Для цирковых артистов награда в Монако – вершина профессионального признания. Павленко первый и до сих пор единственный в России дрессировщик хищников, который получил «Золотого клоуна». «Такой костюм и такой образ продиктован не временем, не модой, а отношением к тому, что я делаю». «Видели вас с тиграми в Манесе». «Кажется, как будто бы вы были дирижером». «Мы можем сказать, что вы Караян-дрессировщиков». Герберт фон Караян – известнейший австрийский дирижер 20 века. С легкой руки журналистов Павленко отныне будут называть только так – «Караян среди дрессировщиков». Тигринный дирижер. Николай Павленко – народный артист России, лауреат государственной премии, обладатель «Золотого клоуна». Никогда не испытывал головокружения от успеха. Казалось бы, перешагнув седьмой десяток и получив главную награду в своей жизни, сегодня он уже давно может расслабиться. Но не хочет. Да и не умеет этого. «Дыня! Дыня! Иди ко мне, иди, мой девочка! Иди, покажись! Ко мне, иди! Иди ко мне быстренько, замака, иди ко мне, замака, ко мне, и хитро! Ой, ты хитрюшка!» Несколько лет назад у маэстро появилось новое увлечение. Это японские шпицы. Энергичные, дружелюбные и просто хорошенькие. Они так не похожи на его тигров. Если встретить его в продуктовом магазине или на прогулке с собаками, ни за что не догадаешься, что этот интеллигентный и мягкий человек с легкостью входит в клетку к девятнадцати тиграм. Он выступает за рубежом и на родине. И при первой возможности стремится попасть в цирк, посмотреть, что делают коллеги. А вдруг среди них найдется тот, кому он сможет передать все свое мастерство. За что мы любим цирк? За смелость, за безграничную свободу артистов над временем, пространством и законами физики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова